Это сразу же, типа, очень сильно влияет на дефолтность портфеля наших BNB. Очень важно, чтобы узкая презентация, она была адаптирована максимально под клиент. То есть у нас была проблема с находимостью клиниров на собеседование. Какие факторы, по вашему мнению, вообще являются ключевыми для построения успешного брендинга именно как создавать? Если бы вы работали на российском рынке, куда бы вы ушли, как бы вы заваливали отделы продаж лидами? Значит так, ребята, мой запрос на сегодняшнюю встречу, что вы фанули, короче, от инсайтов, вот, посмотрели на наши ошибки, вот, не совершили своих, вот, и вообще, типа, прокачались в маркетинге и в продажах максимально, насколько это возможно сделать вот в такой сжатый период времени. Вот, мы большие фэны, короче, открытости, вот, и постоянно делимся всеми нашими факапами и так далее. Коротко про нас, небольшой рекапчик. Да, я делал компанию QLIN, это такой сервис по заказу гора квартир, был там в роли совладельца и директора по маркетингу, потом я оттуда вышел, я сделал компанию QMarketing, это такой, было перформанс-агентство, как раз таки, там мы познакомились с Сашей, вот, мы сделали разные перформанс-маркетинг-кейсы в мире, мы были сориентированы на мир, там, от Силиконовой долины до, там, Англии, континентальной Европы, Южной Кореи, Индии и так далее. Три года назад мы приводнулись в QMarketing Academy, это школа по маркетингу, вот, возможно, вы меня знаете как раз таки из закислотных креативов, которые всех задалкивали на ютубе, да и в инстаграме, когда мы рекламировали, собственно, этот продукт. Вот, мы за два года стали самой большой школой по маркетингу, в 21 году успешно в декабре продали бизнес компании Skyeng, вот, собственно, это был мой второй экзит как предпринимателя, и вложили там почти всю сумму, которую мы оттуда выручили в ReFocus. ReFocus — это наше детище, то, что мы делаем сейчас, это самый сейчас большой рескилинговый институт в Юго-Восточной Азии, мы стартанули в январе 2022 года, вот, за это время выросли совокупно до больше чем миллиона долларов выручки в месяц за полтора года, вот, получили, сами того не ожидая, продукт года в образовании по версии Product Hunt, еще какими-то культурными черпионами. Номер один в Филиппинах, номер три в Индонезии, вот, и, собственно, сейчас у нас учатся уже более, надо обновить слайд, более 17 тысяч студентов, работают 400 сотрудников, более чем в семи странах мира, вот, сейчас мы закрываем на 9 миллионов долларов раунд-аут сингапурского, японского и нескольких европейских фондов, вот, но это все, конечно, очень круто, вот, звучит, но, как бы, это все выстрадано достаточно, достаточно тяжелым трудом, и я знаю, что у многих ребят есть запрос, а, как бы, на масштабирование поисков точек роста, б, на то, как правильно тестировать гипотезы на рынках. И вот мы сегодня с Сашей хотели построить, как бы, наш диалог, мы будем говорить и про клевые штуки, которые у нас есть, и одновременно про ошибки, которые мы сделали, вот, для того, чтобы было понимание, короче, где можно ошибиться, и какая штука, типа, на какой штуке важно, типа, сконцентрироваться. Вот первое, на чем стоит сконцентрироваться, когда ты выходишь на международный рынок, это, собственно, выбор рынка, вот, и спасибо, ребят, что озвучили эту тему как одну из ключевых, вот, потому что это действительно так. Почему? Потому что если вы выбрали рынок неправильно, вот, то можно закопать очень много времени и денег в, собственно, развитии этого рынка. То есть выбор рынка, это то же самое, что выбор кофаундера, это то же самое, что выбор, как бы, индустрии для бизнеса, которую вы будете занимать. То есть, смотрите, как бы, большой рынок прощает ошибки. Вот, большой рынок для продукта, у которого есть Product Market Fit, его можно завоевывать, даже имея не очень клевую команду у себя. При этом маленький рынок достаточно сложно завоевывать даже с большой командой. И, как бы, у большого рынка есть, помимо того, что, как бы, есть емкость для того, чтобы вы могли развиваться, у большого рынка есть гораздо больше интереса со стороны инвесторов. Инвесторы вообще в целом, как бы, вкладывают бизнес только в компании, чей рынок больше, чем 10 миллиардов долларов. Вот. Соответственно, более огромный рынок, он дает гораздо больше на те же самые, по факту, усилия, которые вы вкладываете. Здесь я расскажу про нашу первую ошибку. Первой ошибкой нашей было запустить курс по диджитал-маркетингу на рынке Филиппин. Мы построили школу по маркетингу успешную в России, и мы такие думаем, ну, хрен ли, надо тоже запустить курс по маркетингу теперь на Филиппинах. Сделали там КАЗД, изучили, пообщались с работодателями, пообщались с маркетологами, запустили курс. Ну, первый запуск. Короче, видим, что юнит-экономика не сходится. Вот. Ну, то есть там, короче, конверсия где-то не добирает, где-то не добирает конверсия и из клика в лид, где-то не добирает CTR. Короче, есть большое достаточно поле для роста. Вот. Ну, и мы, конечно же, как маркетологи такие, ну, давайте, чуваки, погнали. Как бы давайте здесь, короче, АБ-тесты, здесь, короче, дополнительные КАЗДевы, здесь, короче, большое количество, давайте, бюджета впулем на тест Креусов, здесь, короче, пересоберем продажников и так далее. И мы начали, как бы, работать с разными этапами ворот. Каждый этап давал там какой-то определенный прирост, типа от 10 до 25%. Совокупно нам удалось вывести этот канал в более-менее позитивную юнит-экономику. Вот. А потом мы пообщались с одним из наших адвайзеров, вот, который тоже делал аналогичный продукт, но на другом рынке, на другом, я бы даже сказал, на противоположном от нас полушарии земном. Вот. И он сказал нам, типа, чуваки, а чего, типа, ну, а мы запускаем просто, как бы, 50 курсов, вот, и смотрим, типа, какой курс идет лучше всего. Вот. И у нас, как бы, у вас там, типа, тест маркетологов трудится над тем, чтобы юнит-экономику одного курса улучшить. А у нас, как бы, там, типа, 5 маркетологов сразу 15 курсов запустили. Вот. И для нас в этот момент сработала такая интересная штука, что мы подумали, блин, а что нам есть там тоже попробовать запустить другой курс? Не курс, по-другому маркетологу не фреймится, короче, нашим бэкграундом, да, а попробовать, типа, запустить что-то более качественное. И мы решили к этому подойти чуть более, чуть более, с точки зрения аналитики, чуть более, короче, масштабно. Что мы сделали, короче? Во-первых, мы посмотрели на количество... Сейчас. Мы посмотрели на количество вакансий в айтишке и на количество резюмешек загруженных, на джоп-барды, для того, чтобы посмотреть, где есть наибольший гэп между открытыми вакансиями и загруженными резюмешками. Собрали, условно говоря, там список из 35 профессий, где там на одну загруженную резюмешку приходится более чем 10 открытых вакансий. То есть там есть спрос стороны работодателей. Взяли эту Excel-ку, сметчили ее, дальше пошли в Google Ads и 7Rush, для того, чтобы определить, какой спрос именно на обучение этих профессий. Наложили эти две таблицы друг на друга, получили еще чуть более, короче, коротенький шорт-лист для профессий. А дальше что мы сделали? Мы запустили 20 посадочных страниц, которые были абсолютно одинаковые с точки зрения дизайна, за исключением того, что в заголовке были разные курсы, то есть обучение разным профессиям. И запустили их все на одну и ту же широкую аудиторию, и везде была кнопка «Купить». И, соответственно, для того, чтобы можно было крикнуть и оставить лид. И там, где мы получили самый дешевый CPQL, это стоимость за квалифицированный лид, это стало нашим шорт-листом, собственно, уже для запуска курсов. И мы увидели, что, например, курс по диджитал-маркетингу, его стоимость льда в 5 раз больше, чем стоимость льда на курс по дата-аналитике. И мы запустили курс по дата-аналитике. И пинго, мы вообще ничего не делали с точки зрения маркетинга и продаж суперособенного в самом начале. Да, мы запустили те же самые креативы, что мы запустили на маркетинг, ту же самую посадочную страницу и так далее. То есть запустили реально левой пяткой очень быстро, потому что нам нужно было исправлять юнит-экономику. Ихеракс, короче, с выручки 150 тысяч долларов в месяц, мы прыгнули до выручки 350 тысяч долларов в месяц. Если посмотреть наш рост в конце прошлого года, то он вот такой вот клюшкообразный в месяц, я говорю. И это про то, что на самом деле важно думать outside of the box. То есть иногда можно очень сильно забуриться в то, чтобы увеличить какие-то конкретные метрики. А надо было нахрен сначала посмотреть на это все сверху и понять, что вообще-то диджитал маркетинг людям не нужен, им нужен другой курс. Как это проверить? Вот, собственно, так мы это и проверили. Значит, шаг назад до того, как, собственно, выбирать рынки. Что мы оценивали в рынке? Значит, мы оценивали ВВП на душу населения, мы оценивали прогнозы по развитию экономики в стране и оценивали, насколько экономики этих стран зависят от штатов, потому что, ну, потому что, как бы, штаты, по факту, как бы, ведут войну, вот, в штатах рецессии, вот, и, соответственно, и, соответственно, как бы, нам, как бы, поэтому, например, не выбрали рынок Бразилии, да, потому что, как бы, Бразилия очень сильно зависит от рынка штатов. Нам важна была скорость интернета, нам важно было проникновение тех каналов, в которых мы понимали, как вести трафик, то есть Фейсбука и Гугла, а мы в этом очень хорошо разбираемся, потому что мы были маркетинговыми партнерами Фейсбука, вот, и нам важно было проанализировать политические и экономические риски, поэтому мы не пошли, например, в Китай, потому что Китай вообще просто взял одним указом, закрыл все техи в стране два года назад, то есть там высокий политический риск. Объем рынка, нам важна была популяция, и нам важен был наш total addressable market, то есть, да, максимальное количество людей, до которых мы можем дотянуться. Мы увидели, что в Индонезии и Филиппинах этот total addressable market, там, 15 миллионов и 8 миллионов человек, да, что, соответственно, конвертируется в больше, чем в 10,4 миллиарда долларов. Вот, собственно, это значит, что рынки потенциально будут хороши с точки зрения инвесторов. И дальше, что еще тоже очень важно, мы сразу же зашли на этот рынок не с позиции типа «чуваки, мы все знаем, мы сейчас как бы научим вас, как то нужно делать». Наоборот, мы типа отдавали себе полный отчет в том, что мы ничего не знаем, да. Мы говорили о том, мы поняли, что у нас есть целые как бы большие пробелы, в которых нам нужна локальная экспертиза. Вот, и мы решили нанять advice report. Что мы сделали? Значит, мы поняли, что нам нужна локальная экспертиза в маркетинге, в найме, ну, на всякий случай подстраховаться, в найме продавцов и в управлении продавцов, в управлении вообще людьми, потому что это как бы совершенно другая коллективная культура, вот, очень много культурных различий, соответственно, нам нужно было в этом прокачаться. И нам важно было, нам важно было понять, как нам правильно выстраивать процессы с работодателями, потому что мы гарантируем трудоустройство для студентов, для нас это супер важно. Вот, и я выписал большое количество компаний, в которых типа, на самом деле, небольшое, 10 штук, которых типа, как мне показалось, самая клевая экспертиза на рынке на этом есть. Нашел профили людей в этих компаниях, которые отвечали за эти блоки и просто тупо начал писать им сообщения. В LinkedIn, вот, у меня есть формат этого сообщения в Telegram-канале, вот, я потом, если нужно, будет, сброшу отдельную ссылочку прямо на пост конкретный, где у меня шаблон этого сообщения есть. Я им питчил рефокус, вот, причем я им, как бы, ну, у нас не было нихрена, да. Все, что у нас было, это, как бы, опыт в России, который, как бы, нахрен никому не сдался, как бы, в этой части света. Вот, и поэтому я питчил сразу же, типа, чуваки, мы пришли, короче, в этот регион для того, чтобы построить самый большой в Юго-Восточной Азии онлайн-университет, мы хотим обучить и трудоустроить миллион человек, мы хотим привлечь, короче, типа, 80 миллионов долларов раунда в следующие, там, 4 года и так далее. Просто, короче, напал на них своим виженом. Вот, и очень была высокая конверсия в ответ. Конверсия в ответ была, вообще, там, типа, в районе 60%, соответственно, и в звонок последующий. Вот, созвонились с этими ребятами, те из них, кто согласились, я передал их Саше и Игорю для того, чтобы они отсобеседовали их и проверили, как бы, их на булшитинг, вот, действительно ли они, как бы, будут клевыми адвайзерами, а не пассажирами. Соответственно, вот, наняли, таким образом, клевых бордо-адвайзеров. Например, у нас один из адвайзеров – это Chief of Staff Греба. Греб – это самый большой мультиап в Азии. Вот, у нас там SEO Taxi Maxim, который самый прибыльный таксишка в Индонезии, один из наших адвайзеров. У нас там Chief of Staff Куму – это самая большая соцсетка на Филиппинах и кофаундер, ее наш Chief of Staff, и он нам очень сильно помог с тем, как выстраивать, короче, управление внутри компании, управление филиппинцами, какие там есть нюансы и так далее. Познакомил нас с гигантским количеством людей. Они открыли нам кучу дверей, они позволили нам сэкономить гигантское количество времени. Потому что мы договаривались с ними 0,1% от акций компании с возможностью потенциального роста до 0,2% в случае хорошего перформанса. И брали с них коммитмент час в неделю на то, чтобы мы могли им задавать свою кучу глупых вопросов. Один из адвайзеров дал нам очень клевое понимание того, какие компании-доноры есть на рынке, откуда мы можем хантить сэлзов к себе в компанию. И об этом подробнее расскажет Саша, потому что Саша хочет рассказать про то, как мы выстраивали продажи на новом рынке. И эта штука, она будет актуальна, на самом деле, не только для иностранных рынков, но и для тех, у кого есть отдел продаж в России. Потому что кажется, что мы достаточно сильно прокачались за последние несколько лет в постройке отдела продаж. Поэтому передаю микрофон на экран Саше. Да, супер, Ром, спасибо. Я давайте, наверное, в основном хотел рассказать сегодня про метрики. То есть вот мы сейчас, когда общаемся с большим количеством фаундеров русскоязычных, и не только, мы обращаем внимание на то, что для многих отдел продаж – это такой black box. А нам получилось за последний год-полтора разложить, мне кажется, на атомы вообще все, что происходит в этой части команды. И мы видим, какой огромный рычаг вообще отдел продаж оказывает на бизнес, на юнит-экономику, на то, как мы растем. И это очень долго было как раз-таки такой проблемной зоной. Мы очень долго учились нанимать сэлзов, мы очень долго учились строить правильную систему обучения сэлзов, потому что, как вы сами понимаете, рынки абсолютно новые совершенно, другая культура, совершенно другая школа продаж, другое базовое образование. То есть все это очень много нам палок в колеса вставляло поначалу. Но кажется, что все-таки даже, наверное, не найм, а вот системная и постоянная работа с метриками – это то, что во многом обуславливает наш рост. Я сегодня расскажу, какие очевидные и не очень метрики позволяют нам добиваться поставленных целей. Наверное, перед тем, как пойду уже к контенту, немножко расскажу вообще вам контекста, то есть, что у нас сейчас происходит в команде продаж. У нас сейчас порядка 150 сэлзов в двух странах. Это все практически локалы, за исключением относительно небольшого числа руководителей, которых порядка, наверное, 7-8 человек – это русскоязычные ребята, типа руководители групп продаж, руководители контроля качества обучения. Все промежуточное звено менеджеров и все линейные сотрудники – это все локалы. Вот, давайте про метрики. Уже пойду непосредственно к мясу, контент расскажу, что мы смотрим и что мы контролируем. И важный, в принципе, момент. Большая часть того, что я рассказываю, это применимо не только для B2C, но и для B2B бизнеса в том числе. Вот первая метрика, казалось бы, очень очевидная, но на нее почему-то многие фаундеры и коммерческие директора забивают – это выработка. И вот из нашего общения за последние несколько месяцев с разными компаниями и фаундерами мы видим, что большинство людей на руководящих позициях смотрят на выручку или на конверсию, как на некую такую North Star метрику. На самом деле есть очень большое количество метрик опережающих, которые во многом определяют, а что, собственно, будет происходить из конверсии с выручкой. И выработка или активность – это одна из таких основных метрик, потому что если не будет выработки, не будет ни конверсии высокой, ни выручки на самом деле тоже. Выработка, по сути, что это такое? Это количество времени, которое селзы находятся на линии, которые они разговаривают, количество звонков, которые они совершают. И на самом деле эта метрика, она очень сильно коррелирует с выручкой. Если у вас селзы показывают низкую активность, если они мало работают, то есть не стоит ждать каких-то крутых выдающихся результатов. И одна из вещей, которая нас очень сильно забустила – это внедрение нормативов по выработке. Мы внедряли это практически с самого начала работы и на Филиппинах, и в Индонезии. У нас эти нормативы от страны к стране отличаются. Но в чем вообще общая логика? Мы взяли просто результат топовых менеджеров через месяц-полтора-два и, по сути, как бы их выработку сделали нормативом для остальных. То есть мы взяли неких передовиков производства и сделали их выработку, их объем разговоров и объем наборов нормативом для всех остальных. У нас в течение месяца-полутора остальная часть команды подтянулась за этими метриками. Это суперважно делать с самого начала, очень важно эту метрику контролировать. У нас вообще есть отдельный дашборд в команде продаж, где мы… Я вот сегодня несколько вам покажу пусков оттуда, но, по сути, это такое единое окно, автоматизированное полностью, где мы смотрим на все метрики в моменте. Каждый день, каждую неделю делаем обязательно срезы. У нас есть панель, тоже для кого-то очевидная история, для кого-то не очень. Панель по контролю выработки, по контролю активности, по контролю поведения менеджера в течение дня. Очень простой тул, он пристраивается, приклеивается к АМСРМ. Мы просто смотрим, и руководители команды продаж смотрят, что менеджеры делают в течение дня. Вот мы сегодня начали с Ромой говорить про ошибки. У нас одна из ошибок заключалась в том, что мы вначале в Индонезии с ЛЗОВ всех набирали обязательно только в офлайн. То есть мы с самого начала открыли офис в Джакарте, высадились туда и стали с ЛЗОВ набирать в офлайн, потому что гипотеза заключалась в том, что люди в Юго-Восточной Азии не собраны и необязательны. Им будет очень сложно работать удаленно, будет низкий уровень дисциплины, низкий уровень производительности, низкая, соответственно, конверсия, низкая выручка. Это все оказалось полным буллщитом, оказалось с ровным счетом наоборот. Офис, это скорее, работа из офиса, это скорее большой минус, потому что еще в пандемию люди поняли все прелести удаленной работы. Соответственно, мы внедрили вот эту простую достаточно панель контроля активности и производительности. У нас до сих пор как бы на регулярной основе трекается все то, что происходит в команде продаж. Здесь вот есть три цвета на экране. Красный цвет – это менеджер ничего не делает. Синий цвет – это он прямо сейчас находится на звонке с клиентом. Зеленый цвет – это сейлс, который как-то работает в серенке. То есть пишет клиенту письма фуллапы, либо там какие-то сообщения отправляет в мессенджер, либо делает что-то еще, какую-то информацию вносит в серенку. Если мы видим, что по какой-то причине у нас уровень активности падает, руководитель группы продаж просто приходит к определенному человеку и говорит, типа, чувак, я все вижу. То есть он даже не говорит, типа, чего конкретно он видит, и не говорит, как за счет чего он видит, но просто у людей создается постоянное ощущение того, что за ними следят. Это очень сильно бустит как раз-таки производительность. Еще одна важная очень метрика – это метрика процент дозвонов. То есть смотрите, это по сути следующий шаг воронки после определенного объема выработки, после определенного объема наборов и звонков, до какого процента клиентов вы дозвонились. И вот я тоже очень часто замечаю, что большое количество команд не работает системно с этой метрикой, хотя это просто, как я сказал, еще один этап воронки. Мы отслеживаем процент дозвонов каждый день фактически. У нас там этот показатель колеблется, наверное, где-то между 7, 10, 5, 80 процентами, что достаточно хороший показатель. Из-за чего эта метрика может упасть? Она может упасть, если большое количество ваших клиентов жалуется на номер, ну то есть номер заспамлен, нам как-то в России в свое время такая проблема подвернулась, нам там достался номер, который до этого использовала одна очень крупная онлайн-школа, и там как только этот номер у людей не был записан в контактной книжке, соответственно, очень маленький процент брал трубку – это первое. Вторая история очень важная – это соблюдение регламента дозвона, то есть соблюдение регламента касаний с клиентом. Очень важно не допускать ситуации, при которой сейлс-менеджер по продажам будет делать одну-две попытки дозвониться до клиента, не дозвонился, как бы он просто перестает как бы пытаться до него дозвониться, перестает пытаться с ним связаться. Это очень плохо, по сути это, ну как бы фактически сжигает заявки, сжигает еды. У нас регламент дозвона, который подразумевает порядка 5-6 касаний с клиентом в первый же день, мы очень тщательно за этим следим, у нас автоматизирован процесс контроля, соблюдение этой штуки, тоже там есть автоматический виджет, пристроенный к СРМке, который трекает, сделал ли менеджер необходимое количество касаний. И это очень важно, то есть это второй фактор, который очень сильно влияет, и в котором, собственно, с помощью которого вы можете управлять работой с этой метрикой. Ну и третий способ, да, это просто обеспечивать более быструю скорость реакции на каждую поступающую сделку. Я тоже расскажу, какие способы для этого есть, но если коротко, да, как только лид поступил в воронку, нужно с ним связываться как можно быстрее. Чем дольше у вас скорость реакции в вашей команде продаж на поступившую заявку, тем меньше у вас будет процент откликов, тем меньше будет, собственно, ваш процент дозвонов, и тем холоднее будет клиент, потому что чем больше времени проходит с момента оставления клиентам заявки, тем больше заявка охлаждается с течением времени. То есть люди просто забывают, что они там оставили, где и зачем. И вот, собственно, эта самая метрика SLA, она у нас называется, она отражает скорость реакции на каждую поступившую заявку. Это тоже находится в нашем дешборде операционного управления командой продаж, в котором мы за этой метрикой очень тщательно следим на ежедневной основе. Мы еще в агентстве работы вычислили, что скорость реакции на поступивший лид более чем 15 минут очень сильно влияет на конверсию. То есть если скорость реакции от 15 до 30 минут примерно на 10-15% конверсия снижается, от 30 минут до часа примерно на 25-30%, все, что больше часа, то есть все, что ваши менеджеры перезванивают в промежуток времени больше, чем час, ну, соответственно, как бы кратно снижает вероятность закрытия успешного клиента в продаже. Вот, у нас есть отдельный дашборд, вот он справа здесь проиллюстрирован. То есть как его читать правильно? Оранжевые кружочки – это, собственно, сделки. Черная линия – это медианная скорость обработки заявки в течение дня. И вот как у нас этот процесс работает? У нас руководители групп продаж очень внимательно следят за всеми сделками, которые находятся значимо выше медианы. То есть все, что выше медианы, они, соответственно, могут прямо из этого дашборда провалиться в каждую конкретную сделку, ну, то есть прокликов, по сути, да. Ну и, соответственно, посмотреть, в чем же там причина. Очень часто более долгая скорость обработки заявок – это следствие того, что менеджер в моменте перегружен лидами, или же там как-то неправильно сработало распределение лидов по команде, или же что-то еще, да. То есть это в любом случае является важным маркером каких-то операционных проблем в команде продаж, которые нужно достаточно быстро решать. Помимо, собственно, мониторинга этой метрики, какие еще и способы улучшения этого показателя, да. На самом деле глобально два способа. Первый – это автодозвон. То есть что такое автодозвон? Лид попал, там, в CRM-систему, автоматически на этот лид, на это происходить исходящий, точнее, сначала исходящий звонок происходит по всем менеджерам, которые прямо сейчас находятся на линии, да. Как только кто-то из менеджеров первый берет трубку, система сразу же переадресует звонок уже на клиента, да. То есть это обеспечивает скорость обработки лида, там, промежутки, наверное, там, 5-7 минут где-то в среднем. Это первый способ. И второй способ, более такой, наверное, очевидный – это просто построение первой линии продаж, которая занимается исключительно квалификацией. То есть это даже не SLZ, это просто некий колл-центр, который занимается квалификацией. То есть задача этих людей – просто как можно быстрее дозвониться до клиента и задать ему вопросы о том, кто он, собственно, такой, какие у него задачи, да, то есть какие задачи он планирует решить с помощью нашего продукта. И мы сейчас еще, на самом деле, третий способ начинаем тестировать. Он экспериментальный, поэтому я его здесь не упомянул. Это способ, который подразумевает квалификацию через чат-бот, автоматизированный в WhatsApp, вот, и, по сути, этот чат-бот работает на движке с помощью большой чата GPT. То есть он, по сути, этот чат GPT общается с клиентом и выявляет у него потребности. Мы интегрировали чат GPT с сервисом ChatFuel. Вот сейчас активно его у себя пробуем внедрять. Потом, наверное, смогу отдельно поделиться с вами результатами того, как именно эта штука у нас работала. Еще очень интересная метрика, нечего как раз-таки. Это метрика EMPs. Что это такое и зачем вообще эта метрика нужна? Смотрите, вот очень часто в любой команде продаж, вне зависимости от рынка, русскоязычный это рынок, не знаю, международка, происходит такая ситуация. Приходит роб, руководитель группы продаж или, там, не знаю, коммерческий директор или кто-то еще, и говорит, типа, селзы приуныли, у селзов там плохое настроение, что-то они как-то там, люди плохие, как-то они, короче, там, устали, плохо продают и так далее. Вот в такой ситуации абсолютно непонятно, что с этим делать. То есть метрика суперабстрактная, никак вообще не оцифрованная. Что там происходит в команде, на самом деле, непонятно. И, скорее всего, человек, который вам эту весточку принес, он находится сам там во власти каких-то когнитивных искажений. Мы тоже с этим жили там несколько лет, потом подумали, блин, а что, если мы это настроение селзов попробуем как-то оцифровать? Типа, почему бы и нет? И мы сделали опросник автоматический. Он автоматически отправляется через там бота запроганного селзан раз в неделю. Они раз в неделю его заполняют, он полностью анонимный. И мы у них там собираем порядка четырех-пяти различных параметров. Там, как работает технический стэк весь наш, как работает CRM, как работает телефонии, нет ли проблем, как работает сервис просрочки, какая атмосфера внутри команды, какие отношения с руководителем и так далее, ну, как ты в целом себя чувствуешь. Вот, и мы тоже эту метрику оцифровали, вывели ее на дашборд, и мы прям видим, как у нас от недели к неделе варьируется настроение селзов. На самом деле, как несложно догадаться, настроение селзов очень сильно влияет на конверсию. То есть, если селс, типа, супер приунывший, я не знаю, у него там все плохо, ну, естественно, у него будет низкий эмоциональный тон, он будет, как бы, криво-косо общаться с клиентом, и конверсия будет падать. Это, на самом деле, тоже опережающая метрика относительно конверсии. Вот, и у нас, как бы, соответственно, еще раз, да, как бы, это полностью автоматизировано собирается. Раз, два, мы регулярно за этой метрикой следим. И три, что важно, ENPS, то есть уровень настроения селзов в команде, является KPI и целевой метрикой руководителя групп. То есть, как бы, руководитель группы, роб, он обязан поддерживать хорошее настроение внутри команды. Если настроение падает, то, как бы, вопросы к руководителю. Вот, это нам тоже позволяет достаточно превентивно узнавать про многие проблемы, да, про которые мы потом узнали бы, ну, в противном случае, только когда у нас конверсия бы дропнулась, упала бы выручка. Поэтому тоже рекомендую вам подобный инструмент. Очевидная штука, наверное, для некоторых, и для кого-то, возможно, неочевидная, это классическая операционная метрика в продажах, это сделки без задач. Это просроченные задачи, это то, за чем мы смотрим каждый день, два раза в день, начинаем с этого рабочий день, заканчиваем этой, как бы, процедурой рабочий день. У нас тоже отдельный дашборд, смотрим, что, как у нас происходит. На самом деле, сделки без задач, то есть сделки без задач, что это такое, фактически, да, это когда менеджер связался с клиентом, пообещал, например, ему что-то отправить, какие-то материалы, вернуться к какой-то информации, просто этого не сделал. То есть он нарушил свои договоренности перед клиентом. Это очень плохо, это, естественно, ломает конверсию, но это часто является таким маркером перегруза в моменте. То есть это очень часто подсвечивает какие-то операционные проблемы, операционные сложности с отделом продаж и у менеджеров в моменте прямо сейчас. Поэтому очень важно тоже с этой метрикой работать желательно на ежедневной основе, желательно даже пару раз в день смотреть, что там происходит. Вот это, на самом деле, тоже является таким предвестником большого числа сложностей, которые могут возникнуть. Вот этот слайд, он такой, знаете, как бы очень дорогой с точки зрения денег. Он нам очень много в свое время, механика, про которую я сейчас скажу, очень много денег принесла, наверное, она стала такой геймченджинг-механикой в рефокусе. Мы очень долгое время работали с месячной системой мотивации у Солзов. То есть что это такое? У Солза есть план на месяц. Он там первые 2-3 недели месяца прекрасно себя чувствует, прослаблен. У него как бы особо ничего там не чешется, ничего не болит. Вот и последняя неделя, когда он понимает, что ему там сильно до плана не достает какой-то суммы, он начинает там жестко рвать жопу, работает на каких-то предельных скоростях, пытаясь в этот самый план прийти. И вот у нас, если там график с выручкой посмотреть по неделям, у нас обычно на последней неделе такая всегда была спайка очень сильная. То есть все на последней неделе начинали упахиваться для того, чтобы прийти в план. Что мы сделали? Мы поменяли месячную систему мотивации. Нас это не устраивало, потому что очень сложно планировать, потому что, собственно, как бы большая точка роста в этом есть. Мы перешли, соответственно, на недельную систему мотивации. То есть у нас, как сейчас эта штука работает? У каждого менеджера есть план, есть квота на неделю. Соответственно, если ты в нее прибегаешь, в эту квоту, выполняешь свой план, ты получаешь бонус прям буквально на следующий день, на карточку он тебе приходит. И у нас, соответственно, вместо одной спайки в конце месяца стало четыре спайки. То есть в конце каждой недели, последние два-три дня, менеджеры начинают очень сильно бежать для того, чтобы выполнить свою квоту, прибежать в свой план. Это очень сильно подняло конверсию, очень сильно подняло выручку общую по месяцу. И на самом деле, два важных момента, которые нам очень сильно помогают эффективно работать в рамках этой системы. Первый момент. Очень простой и понятный интерфейс. Человек просто вбивает количество продаж, которые он сделал, и видит, сколько денег он получит на карточку в конце периода. Это очень сильно их подстегивает бежать вперед. Это раз. И второй момент. У нас с каждым менеджером проработан его реальный трекшн каких-то финансовых целей. То есть, не знаю, филиппинцы у нас, например, копят деньги на новый айфон или на какой-то праздничный ужин с семьей или на то, чтобы для своих детей организовать какой-то праздник или поездку куда-либо. У нас прям руководители групп, они каждую неделю собираются с ними и проводят трекшн, сколько им осталось денег для того, чтобы прийти вот в этот свой личный план. Это тоже очень здорово работает. То есть, мы постоянно, как бы, всегда бежим к какой-то одной очень определенной цели. То есть, в любой команде внутри рефокуса у нас висит табло, которое показывает текущий счет и, соответственно, мотивирует всех забивать голы дополнительно. И вот это работает, начиная от линейного уровня, заканчивая уровнем топ-менеджеров. Я очень сильно вам рекомендую, если у вас B2C-продукт с определенным циклом принятия решения, у нас, кстати, цикл сделки порядка 10 дней в Индонезии и 5 дней на Филиппинах. У нас неделя с тем мотивации залетела просто на ура, и это стало одной из самых больших наших точек роста вообще за всю историю. Вот. Ну и, конечно, отдел контроля качества. Тоже, я думаю, многие из вас знают, насколько эта штука важна. Ее нужно строить с самого начала в любой команде, в которой работают продавцы. Отдел контроля качества – это что такое? Это люди специальные, которые сидят и прослушивают звонки, проставляют им оценки. У нас чек-лист оценки включает 19 этапов. И здесь вот парочка очень важных моментов. Как у нас работает отдел контроля качества? Как он помогает нам расти в ручку, улучшать коммерческие показатели? Во-первых, мы сделали ретроспективный анализ регрессионный и поняли, какие на исторических данных собрали прям большой датасет, посадили дату аналитика и поняли, какие четыре этапа звонка являются ключевыми, какие четыре этапа звонка сильнее всего влияют на вероятность закрытия сделки. У нас получилось, что это выявление потребностей, презентация под клиента адаптированная, потому что многие социальные ничего делают, они просто шпарят общую какую-то презентацию всем клиентам одинаково. Так делать не надо. Отработка возражений и попытка закрыть продажу на самом звонке. То есть мы определили четыре критерия. Если эти критерии присутствуют, если у социальные по ним высокая оценка, это обеспечивает максимальную вероятность закрытия успешного клиента в продажу. Дальше что мы сделали? Опять же тот же самый фреймворк с табло и счетом на табло. Мы выделили эти четыре показателя в отдельный дашборд, и мы каждую неделю собираемся с командой отдела контроля качества, с командой обучения и с руководителями групп в продажах и смотрим, как у нас эта метрика прирастает. Вот как бы рост этой метрики, он стал KPI целевым сразу для трех команд. Для команды продаж, для команды контроля качества и для команды обучения, соответственно. И вот мы сейчас видим, постепенно-постепенно у нас эта метрика начинает отрастать. То есть вот очень важно определить, какие этапы звонка конкретно у вас, конкретно в вашем бизнесе сильнее всего влияют на вероятность закрытия сделки успешную и, соответственно, начать эти этапы звонка трехать и начинать уже системно с ними работать. Как мы с ними работаем системно? За счет ролевок. То есть мы отыгрываем имитации звонка постоянно с менеджерами. И вторая вещь – мы делаем такую штуку, как калибровки. Калибровка – это прослушка успешных звонков, на которой менеджер сам определяет, что именно было сделано хорошо. Ну и у нас команда продаж состоит, на самом деле, из нескольких отделов, как вы поняли. И вот очень важно выстроить вот эту качественную связку между отделом контроля качества и командой обучения. Я знаю, что в большом числе бизнесов просто есть отдел контроля качества, какие-то заполняются чек-листы, на основании этих чек-листов менеджеры как-то там штрафуются, ну и дальше, собственно, ничего не происходит. Вот для нас огромным рычагом стала склейка отдела контроля качества и отдела обучения. То есть отдел контроля качества, он постоянно поставляет дату, постоянно поставляет данные для того, чтобы команда обучения проводила, собственно, прокачку наших менеджеров. Вот. Ну и еще такой вот тоже интересный достаточно лайфхак. Мы планируем, на самом деле, в ближайшее время сократить довольно сильно отдел контроля качества. Мы сейчас внедряем процесс, такую связку речевой аналитики чата GPT, то есть у нас все звонки в аудиоформате подгружаются в CRM, дальше из CRM их речевая аналитика транскрибирует в текст, дальше текст тянется в чат GPT, и чат GPT определенными промптами по определенным запросам анализирует эту информацию, анализирует эту сурую дату фактически, и дальше выдает свои рекомендации. У нас первые тесты показали, что чат GPT с точностью 87% анализирует так же, как и живые люди, ну и, соответственно, понятно, что при такой точности точно можно ее довести до 95%, если у нас первая итерация была 87%, но очевидно, что при такой точности люди уже просто не нужны становятся, и плюс, естественно, у контролеров в отделе контроля качества у них есть ограниченная емкость, выраженная просто в часах, у чата GPT, понятно, как бы емкость ничем не ограничена, поэтому я думаю, что мы на горизонте месяца заменим полностью наш отдел контроля качества вот этой вот связкой. Мы наставим, может быть, одного-двух контролеров, которые будут обучены чату GPT. Вот, ну и там одна из, последняя, наверное, такая вещь важная. У нас таким достаточно нестандартным способом построена логика распределения лидов внутри команды продаж. Мы руководствуемся правилом усиливательное, то есть у нас вся команда продаж, все 150 человек поделены на 4 группы, на 4 сегмента. Первый сегмент, такая команда А, это те, кто показывает самые высокие результаты по конверсии, которые демонстрируют самые хорошие продажи, то есть это верхние 30% по конверсии. И это те, кто выполнили план в течение последних двух недель. Команда B, это такие средники, это следующие 30% по конверсии, то есть это такая вот, просто как бы хорошие рабочие лошадки. И нижняя часть категории C, нижние 40%, это кандидаты на выход на самом деле. У нас команда рекрутмент, она постоянно без остановки собеседует с Олзов, это неостанавливаемый совершенно процесс, для того, чтобы вот эти 40% постоянно менять. Люди знают, что если они попадают в категорию C, они, в принципе, становятся кандидатами на вылет, они начинают очень сильно в этот момент стараться. У нас еще есть такая процедура предупреждения заранее этих людей, как бы, notification, они после этого очень часто сильно по конверсии прыгают и прирастают. Вот, у нас обновление категории происходит раз в две недели, все знают, как бы, что это такое, да, и что за этим последует. Вот, и, соответственно, логика какая? Верхние 30% получают самые крутые лиды. Это лиды из вебинаров, это лиды, там, из СММ, лиды из каких-то акционных рассылок. То есть, здесь еще важная, важная достаточно такая история, это, как бы, должен быть не разовый какой-то стабильный перформанс, потому что, ну, как бы, ты, если ты будешь плохо перформить, человек через две недели просто из этой категории выкинул. То есть, здесь логика очень простая. Вот, наверное, как-то так, друзья. Так, у меня здесь рука поднялась у самого себя. Наверное, вот это самые такие основные моменты, которые хотелось бы подсветить. Там, если будет запрос, пишите вопросы в чат, я в конце могу рассказать, как у нас там NMSLZOV работает, это отдельная, очень важная тоже история. Вот, но в целом, вот это, наверное, 10 таких основных метрик ключевых, которые нашу эффективность очень здорово качнули. Вот, Ром, передаю тебе, наверное, обратно микрофон, про маркетинг еще хотели поговорить. Да, 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 я расскажу, о чем мы делаем в маркетинге, потому что, мне кажется, это супер важно. Меня очень сильно раздражало всегда в маркетинге наличие людей. Вот, и обычно, как бы, процесс... Во-первых, первый тезис, он, короче, такой, значит. Учитывая то, что там в России часть маркетинговых каналов закрыта нахрен, вот. А за рубежом, там, в Фейсбуке, Инстаграме и прочее, признанные экстремистскими организациями, они, короче, ограничивают сейчас third-party data, да, то есть данные, которые они берут из других мест для точности таргетинга, плюс предпосылка, которая звучит так, что в целом, как бы, интерфейс любого рекламного кабинета, он стал очень понятным для всех. Работа в рекламных кабинетах, она стала, короче, таки комодити, на самом деле. И по факту, как бы, ну, все умеют запускать рекламу, все умеют настраивать таргетинг, да, это могут делать даже, как бы, люди на бале, которые учат дышать маткой, вот. Собственно, и поэтому ключевую, на самом деле, роль в перформансе имеет креатива, вот. И креативы могут приводить вам разную аудиторию, креативы могут приводить вам аудиторию, который по-разному ведет себя в продукте, креативы могут приводить вам более платежеспособную аудиторию и менее платежеспособную аудиторию. И всегда ваш маркетинг в какой-то момент дойдет до точки, в которой вы будете таргетироваться на максимально широкую аудиторию. И действительно, реально, один, это самая важная вещь, которая будет влиять на ваш перформанс, то есть на вашу стоимость привлечения клиента, это как бы креатив, который вы ему показываете. Поэтому я решил в какой-то момент сильно заморочиться по анализу креативов. Но при этом процесс креативов, он всегда суперсубъективный, и там очень много человеческого фактора. Как это происходит обычно? Представьте, сидит таргетолог или там маркетолог, перформанс-маркетолог, анализирует рекламный кабинет. У него там сто креативов. У каждого из этих креативов еще там пять метрик. Плюс там у каждого этих креатива должно какое-то статистически значимое количество показов набрать или лидов и так далее. И реально когнитивной способности человека просто не хватает на то, чтобы как-то обработать большой объем информации для того, чтобы, собственно, сделать, основываясь на это, какой-то вывод и поставить правильную задачу дизайнеру. И поэтому, когда я начал анализировать, то есть как ставят ТЗ маркетологи и дизайнеры, вот у меня начала идти кровь из глаз, вот, потому что там были ТЗ форматы типа, ну, вот у нас на эту аудиторию больше работают там вот такие женщины, поэтому сделай нам больше баннеров с женщинами, вот, и так далее. При этом дизайнер, как бы копирайтер, они принимают, и они принимают этот ТЗ. И они же такие творческие чуваки, да, они такие, ну, давайте здесь делаем, короче, девушку, пусть она будет анимешница, да. А вот здесь давайте сделаем, короче, там такое-то, как разветиеватую какую-то штуку в нашем месседжинге для того, чтобы это было красиво, клево, креативно, изобретательно и так далее, вот. И когда на самом деле все это может делать искусственный интеллект. И к этому я чуть попозже вернусь. Значит, как правильно относиться к логике производства креативов, да. Откуда брать, точнее, данные для того, чтобы делать клевые креативы, которые приводят вам хорошую аудиторию, которая экономит вас в маркетинговый бюджет. Первый источник сырья этих данных – это данные из исследований, которые вы проводите со своими клиентами. Каздеф-интервью по методологии Jobs to be done, где вы выясняете, какие у клиента есть барьеры, страхи, какие у него есть потребности, боли, как он принимает решения, что является триггером для покупки, как он до этого решал задачу, которая сейчас играет в AdPort.ru и так далее. Все это, по факту, как бы является сырьем для креативов. И используют это следующим образом. То есть вот у вас есть, условно говоря, те данные слева в столбце, которые вы получили в ходе бесед с вашими клиентами. Точка А – это где он сейчас находится. Точка Б – это куда он хочет прийти. Jobs to be done – на какую работу он нанимает ваш продукт. Страхи, барьеры, уникальное торговое предложение продукта, социальные доказательства, так называемые social proof, кто повлияет на принятие решения клиента о покупке. Наличие кейсов с западными компаниями у вас, если вы B2B, или партнерство с университетами, если вы AdTech какой-нибудь. Ну и, конечно же, FOMO. И все вот эти вот, на самом деле, гранулы из этого исследования, их можно обычной комбинаторикой, типа, миксовать друг с другом, когда вы создаете креатив. Креатив для меня – это всегда некий набор параметров. Какие параметры могут быть внутри этого креатива? Первостепенный объект. То есть что на этом креативе изображено? Вот на этом креативе, там, сзади меня изображен кибернетический код. Месседж, который на этом креативе есть, да, в данном случае у меня… Ой, у меня это learn to earn. Второстепенный объект на этом креативе, да, то есть что это – код в микросхему. Впечатанный фон этого креатива, цветовая гамма этого креатива и так далее. Причем месседжи внутри этого креатива, они также могут декомпозированы быть на УТП, на проблемы, на, там, кейсы клиентов и так далее. Каждый креатив – это суть набора параметров. И по факту, что вам нужно? Вам нужно глобально, как бы, суть перформанс-маркетинга сейчас сводится к тому, что вы должны понять оптимальный набор параметров с наибольшим весом в конверсии, которые смогут привести вам наибольшее количество клиентов за наименьшее количество денег. И вот этот объектный анализ, да, вот этих вот креативов, его не должен выполнять на самом деле человек. Вот это должна делать нейросетка. Как мы, значит, сейчас этот вопрос решаем у себя? Значит, когда копирайтеры и дизайнеры делают креативы, они обязательно создают Excel-ский файл, в котором эти креативы вручную размечают. То есть что изображено на этом креативе, какой на нем месседж, то есть какой тип месседжа на нем, какой у него цвет, какой у него первостепенный объект, какой второстепенный объект и так далее. И вот таким образом у нас получается, мы называем этот файл библиотека креативов, где есть креатив и набор параметров внутри этого креатива. Дальше мы делаем так, что данные из CRM и данные из рекламного кабинета Фейсбука тянутся в табло, это наша сквозная аналитика, и дальше из табло подтягиваются в этот же Excel-овский файлик. И мы видим, какие креативы, и мы видим, собственно, метрики, конкретные перформанс-метрики. Мы, например, анализируем результативность креатива по параметру количества А плюс Б лидов делить на общее количество лидов. То есть мы категоризируем, как Саша рассказывал, лиды, которые к нам приходят, на четыре категории, А, Б и С, Д. С, Д мы вообще, короче, даже в отдел продаж не поставляем. А и Б – это те лиды, с которыми мы будем работать. И поэтому ко всем нашим маркетинговым активностям мы оцениваем их именно с точки зрения количества процента А плюс Б лидов, которые они нам приводят. Таким образом, мы ставим А плюс Б лиды в качестве нашей бизнес-метрики. И дальше мы можем на масштабе, во-первых, понять, а есть ли у нас какая-то корреляция более ранней метрики с метрикой А плюс Б лиды. Если мы видим, что у нас CTR коррелирует с процентом А плюс Б лидов, значит, файн. Мы можем, значит, оптимизироваться под CTR, и, значит, нам нужно будет меньше данных и меньше потраченного бюджета для того, чтобы вовремя принять решение, о том, работает креатив или нет. Что мы, значит, делаем дальше с этой таблицей? Вы представьте, у нас есть креатив, у нас есть разметка параметров креатива, и у нас есть, собственно, то, как этот креатив отработал. Дальше нам важно понять, какие, собственно, какие реально объекты внутри каких аудиторий работают. И мы применяем, собственно, к этому большому массиву данных регрессионный анализ, в ходе которого мы получаем определенный набор объектов, которые лучше всего работают в разрезе каждой из аудиторий. Например, на ретаргет круто работают социальные доказательства, что у нас 7 тысяч студентов. На интересы дата-аналитика круто работают образы будущего, яркие элементы, роботы. На аудиторию математиков лучше всего работает киберпанк, на аудиторию девочек лучше всего работают аниме-коты и так далее. И у нас получается такой вот суть, короче, набор параметров, которые мы можем дальше что делать? Мы можем просто их как бы обычной комбинаторикой, рандомно распределить по разным креативам, а можем, собственно, посмотреть отдельно, как бы у какого параметра какой вес есть, запустив типа креативы, где есть там параметр 1 и все остальные параметры статичные, потом параметр 2, все остальные параметры статичные для того, чтобы определить, собственно, вес параметра. Да, Мигран, у тебя вопрос. Да, коллеги пока не отошли далеко. Вот у вас в таблице, 20 лет назад был столбец, преобладающий цвет креатива. Я правильно понимаю, что вы уделяете этому большую роль и как бы какие-то есть исследования или что, на базе чего вы учитываете, какой параметр? Да. У нас просто 3 штуки, которые реально влияют на перформанс креативов. Есть 3 категории параметров. Первое – это месседж, который есть на креативе, то есть что написано на креативе. Второе – это второстепенный объект, то есть что там изображено. И третье – это фон. То есть фон-фон. Вот, поэтому да, мы определили, что вот эти 3 штуки… Спасибо. Это, кстати, не только у нас так. То есть как будто бы эта штука может быть реплицирована. Да, я просто недавно видел исследование McKinsey, они тоже уделяли этому особое внимание в цветовой гамме, поэтому спасибо. Грун, если у тебя есть возможность поделиться этим исследованием, было бы клево. Могу даже связать с человеком, который он написал. Это расист. Ну, это, да, хорошо. Буду признателен. Вот, значит, ребят, смотрите. Значит, у нас есть данные из клиентских исследований, у нас есть данные о выигрывших объектов из вот этого анализа объектного, как я его называю. Плюс можно тот же самый объектный анализ, на самом деле, применить к креативам конкурентов. Для этого можно взять FB Ads Library, Google Ads Transparency или Target Hunter для, собственно, российских… для анализа конкурентов в российских каналах. И там еще куча, на самом деле, штук. И там важно понимать, что вы не понимаете точные метрики конкурентов, да, вы можете только понимать, что тот креатив, который был запущен раньше, он там больше месяца назад. Скорее всего, у него хорошие показатели, да. Но, кстати, конкурент там не дебил, совсем и просто тупо сливает маркетинг. Вот. Соответственно, вот это тоже может быть, тоже может являться сырьем для гипотез последующих, для теста креатива. И дальше тоже очень важная штука, это данные от отдела продаж. То есть у нас, как бы, есть регулярные встречи, отдел маркетинга и отдела продаж, на котором маркетинг, собственно, делится с продажами. Какие объекты лучше всего работают у маркетинга в креативах, для того, чтобы привести клиента. Но это штука субъективная, потому что продажники очень часто могут, как бы, выдумывать многие вещи. Вот. Поэтому клево, когда есть речевая аналитика, когда вы можете непосредственно проанализировать вординг в речь, да, в текст, как бы, в успешных звонках против неуспешных звонков, для того, чтобы впоследствии, собственно, из этого сделать какой-то, короче, датасет, опять-таки, который может быть сырьем для вашей креативы. И дальше, например, у вас есть гигантское количество, как бы, данных, да, из которых вы можете сделать клевые креативы. Что можно сделать? Можно собрать брейншторм, да, из команды изобретательных людей, которые, собственно, смогут сформировать некий пул гипотез по креативам. А можно засунуть все эти данные в чат GPT-4, вот, написать действие, как маркетолог, вот, потому что это должно его зафреймить в нужную сторону, и поиграться с параметром топ-пи, который, типа, в чат GPT-4 регулирует уровень креативности, который он отдает, с которым он отдает ответы. Вот. От нуля до единицы. Один, типа, самый креативный, ноль, там, типа, ноль-ноль-ноль-один, это, типа, некреативный, или ноль, это вообще, там, типа, некреативный вопрос. Тупо вам отдаст очень-очень, короче, четко ответ на запрос. И еще один важный хак, вот, связанный с чатом GPT, это то, что, если вы увидите, что чат GPT прислал вам какую-то хрень, вот, в ответ на ваш запрос, то напишите ему, задай мне вопроса, который тебе необходимо, на который тебе необходимо получить ответы, для того, чтобы сделать, там, скрипт, более продающим, более жестким, более, там, типа, не знаю, каким-то креативным и так далее. И он вам прям сразу выкатит список вопросов, вы ему последовательно на эти вопросы отвечаете, и бабах, он выдает вам очень клевую штуку. Вот, я прям, когда узнал этот способ, у меня все мои ответы из чат GPT-4 стали прям супер, более, супер, короче, более крутыми. Вот, и еще, вообще, в целом, как бы, что интересно? Интересно то, что, знаете, вот объекты, из объектного анализа, по факту, да, вот этот вот набор объектов работающих, это, по сути своей, есть промпт. То есть, на самом деле, как бы, впоследствии, можно весь этот набор объектов загружать в миджорни, для того, чтобы миджорни производила креатив. А теперь смотрите, какой прикол получается, как бы, в конечном итоге. То есть, объектный анализ анализирует полностью, что происходит в рекламных кабинетах, да, и происходит, и точно так же может, короче, забирать данные из исследований. Все это, как бы, все это через миджорни превращается в креативы, и таким образом, вам по факту, как бы, не нужны дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, и куча еще людей нужен будет против, просто который все это может залидеть в маркетинге. И самое главное, что, как бы, у этого всего будет минимальное, как бы, количество когнитивных вот этих вот, типа, искажений, да, потому что все будет сильно-сильно озвучено. Это вот та штука, которой я прям очень сильно сейчас иду, и которую мы, возможно, даже в отдельный микросервис выделим, вот, потому что кажется, что в этом есть, в этом есть, короче, бизнес. Вот. Ну, собственно, и такие получаются в итоге, как бы, креативы, да. В каждом из них есть, там, либо что-то из исследований, да, например, Australia needs data analyst. Это то, что мы узнали в ходе интервью, что люди в Индонезии хотят работать на австралийские компании. Или там, tired of your job, да, это как бы классическое упоминание точки А, вот, потому что там люди в Индонезии нам говорили, и на Филиппинах нам говорили о том, что они устают от того, что Индонезия дофига времени на работу, токсичный коллектив, бла-бла-бла и так далее. Вот. Очень важно, чтобы креативы были яркими. Я про это говорю, говорю уже в течение пяти лет, вот, и продолжаю говорить вне зависимости от, там, не знаю, рынка, индустрии и так далее, потому что типичный потребитель вашего креатива, помните, да, это чувак, который сидит в туалете, в Фейсбуке, вот, или там где-нибудь еще ВКонтакте, и грустно листает ленту в своем новосте в надежде увидеть там какое-то прозрение для себя. И для того, чтобы просто ваш креатив, он выделялся среди всей вот этой вот шаттерстоковских фоток людей в пиджаках, вот так вот стоящих камеру и прочих там фотографий, вот, очень важно, чтобы креатив пробивал баннерную слепоту. Это классическое правило маркетинга, да, attention, idea, decision, action. Вот важно, чтобы баннеры были кислотные для того, чтобы они пробивали баннерную слепоту, а затем, если ваш месседж очень четко сделан на основе исследований либо же на основе того, что у вас работало, дальше человек, собственно, триггерится за счет этого месседжа, вот, и, собственно, в дальнейшем совершает покупку, переходит на сайт и так далее. Вот, собственно, да, да, еще, наверное, очень интересно, тоже, наверное, расскажу, у нас хорошо перформит SMM, вот, то есть, и SMM, причем, хорошо у нас конвертирует в продажи, вот, что мы сделали для того, чтобы у нас был клевый, когда я говорю SMM, я говорю именно про создание контента в социальных сетях. То есть, что мы сделали для того, чтобы, что мы сделали для того, чтобы сделать наш SMM крутым? Значит, первое, мы собрались и начали изучать культуру, собственно, стран, в которых мы запускались, мы увидели, что люди, которые потенциально являются нашей целевой аудиторией, там, 27-45, это люди, которые в детстве смотрели аниме, играли вот эти первые компьютерные игры, в общем, это по факту, у них тот же самый, тот же самый, короче, паттерн потребления культуры, что и у нас был. Они также там смотрели, там, Sailor Moon, Грендайзера, и там, не знаю, Dragon Balls, Покемона с Наруто, вот, и, соответственно, мы решили сделать, короче, и плюс они любят кошек, и мы решили сделать, как бы, киберпанк с главным героем, Катом Мьютоном, вот, который, собственно, спасает людей от всяких зомби в виде лени и мешает им, как бы, много зарабатывать. И мы сделали вот такой, вокруг этого, прям, целую вселенную. Если вы зайдете на Инстаграм-аккаунт Трифокуса, вот, вы увидите там гигантское количество таких вот иллюстраций, постов и так далее. Наш СММ генерирует нам 150 тысяч долларов выручки каждый месяц. Вот, это, то есть, это 10% от нашей общей выручки. И, что значит круто? О, вот, она на самом деле есть, просто при шевинге экрана она куда-то пропадает. Вот, короче, и, значит, в чем прикол СММ? Я вам потом скину презентацию. Вот, в СММ должно быть много аналитики, реально. Вот, то есть, в СММ мы каждый пост анализируем с точки зрения вовлеченности, с точки зрения качества лидов, которые к нам приходят, с точки зрения реакции, которые есть у людей на это. В СММ можно использовать как канал для прогрева. Вот, у нас прям люди, комьюнити-менеджеры в СММ общаются с людьми, собирают у них потребности и передают прогретые лиды в отдел продаж. И наши комьюнити-менеджеры в нашем аккаунте рассылают им очень клевую презентацию про нас продукт, который тоже сделан на основе, собственно, вот этой же вселенной с котом. И здесь есть прям все необходимые атрибуты продающей презентации. Точка B клиента, история успеха наших студентов, в каких компаниях они работают, как вакансии, которые они найдут после тренинга, пример нашей платформы и нашего курса, как вы сможете, и отработка самых главных возражений, как вы сможете, собственно, совмещать работу с учебой, значит, почему рефокус круче тех конкурентов, кто у нас есть с точки зрения учителей и коллегали, и так далее. Flipping Book это система, которая позволяет нам смотреть, с каких из страниц человек ушел. Это как бы презентация, но со встроенной аналитикой внутри. И вот это вот, по факту, вот эта вот книжка, которую мы сейчас показываем, это перелопачено с учетом поведения людей, которые ее листают, штука, которая лучше всего конвертит. Если будет интересно, потом мы кинем вам презентацию, прокликаете. Вот. И в СММе нужна одна стратегия, то есть типа важно заранее понимать, какие активности ты запланировал на набор подписчиков, на конверсию из подписчиков в продажу. И, собственно, точно так же, как в гипотезе в маркетинге, вот, эта штука, она приносит конкретные деньги, вот, она оцифрована, она способна быть запланирована и так далее. В общем, если вам кто-то говорит о том, что СММ это просто типа про картинки, вот, я в это не верю. И только если у вас все предыдущие пункты работают, после этого можно интегрировать в СММ кота для того, чтобы он был еще и супер клевый. Вот. Давайте поотвечаю на ваши вопросы сейчас и потом еще кое-что расскажем. Огонь, огонь, спасибо огромное. Очень интересно. У меня такой первый вопрос, наверное, что вечно в бизнесе вне зависимости от рынка, а что меняется из вашего опыта? Маркетинг основан, я расскажу про маркетинг, а Саша расскажет про сейлс. Вот про маркетинг я могу сказать, что вот этот процесс как бы разговора с рынком через исследователей и процесс последовательного тестирования креативов это то, что мы делаем постоянно на каждом рынке. АБТ-тесты посадочных страниц, UX-исследования, коридорные исследования. Вот мне кажется, что основной успех нашего маркетинга, а мы, кстати, в три раза дешевле конкурентов привлекаем лиды вот на рынке, вот у нас типа 10% стоит на маркетинг наш от чека. Вот. Это то, что мы вот очень хорошо выстроили вот эту вот систему постоянного анализа нашей аудитории вот и создания креативов и последующего теста их. Вот это вот прям точно, что тянется с предыдущего рынка и мне кажется, что это фреймворк, который типа позволит на любом рынке выжить из любым продуктом. Потому что по факту как бы... И каждый раз, вот так что, каждый раз, когда мы забивали хрен на это, думая, что мы капец клевые предприниматели и маркетологи, мы знаем, что надо людям, вот каждый раз, когда мы забивали на это хрен, каждый раз мы теряли минимум там 100 тысяч баксов. Мы иногда теряли 500 тысяч баксов на этом. Вот. Поэтому больше мы так не хотим делать. Я про продажи, если говорить, сказал бы, наверное, что вот набор метри, который я показывал, он в принципе универсален для любого рынка. Это везде надо делать. Там, не знаю, это типа Россия, СНГ, Индонезия, Бразилия, вообще без разницы. Это вот как бы универсальный набор. Что отличается? Отличается NINE, отличается менеджмент, ну то есть стиль менеджмента, стиль управления, стиль руководства, какие-то там типа традиции неформальные в рамках команды, они будут очень сильно отличаться. У нас совершенно разная культура на Филиппинах и в Индонезии, хотя там, не знаю, насколько вы сильны совершенно разная как бы стиль управления на Филиппинах и в Индонезии, разные люди, разные языки, все отличается очень-очень сильно. И портрет на самом деле кандидатов для найма у нас на Филиппинах и в Индонезии тоже очень сильно отличается. Скорее всего на, ну типа рынке в этом смысле друг от друга тоже очень сильно отличаются. То есть компании-доноры, откуда нужно нанимать людей, то, как их правильно анбордить и то, как ими управлять, вот это отличается. Как бы подход в целом, да, к метрикам, к созданию системы, он скорее всего будет везде одинаковый. Я еще хотел сказать, вот чем отличается, то есть смотрите, вот очень важный тоже момент, когда вы запускаетесь на новом рынке, скорее всего у вас сначала будет очень дешевый лид, то есть вы будете приятно удивлены дешевостью лида, особенно там речь если идет про Индию, Вьетнам, Индонезию, Южную Корею и так далее, там будет дешевый трафик. Вот, но там очень низкая конверсия. И это сделано, и так происходит, потому что люди в целом как бы там, они более осознанно подходят к процессу принятия решения о покупке, и у них много скамеров. Вот, то есть как бы представьте, да, как бы вот там любой индонезиец или филиппинец, он в 10 раз чаще сталкивается со сканом, чем любой там человек из СНГ. То есть для них как бы вот там это чуваки, которые звонят из банка, да, и представляются, это просто детский лепет. Поэтому как бы к любому чуваку, особенно, который пришел из другой локации, сразу же как бы относится, ну, в недоверие. Вот, и эту штуку можно решить. И мы когда, собственно, с этим столкнулись, мы столкнулись с этим первый раз еще в Индии, когда мы допускали в Индии продукты Менторс Про, вот, в принципе, то же самое, та же самая обучалка с тем же самым скиллом. Вот, значит, мы увидели, что люди плохо конвертятся. И что мы сделали? Мы, значит, вот в рефокусе, что мы сделали? Мы, значит, сделали карточку Google Business, вот, то есть мы сняли офис, скажем так, комнату в каворкинге, ой, сейчас, простите, в Маниле и в Джакарсе сделали карточку Google Business, вот, и, да, вот так вот, для того, чтобы, типа, чувак, который вбивал рефокус в поисковике, чтобы он видел, что у нас есть вот офис, там вообще люди какие-то живут и так далее. Это капец как важно. Вот, и дальше нам, мы сделали, значит, вебинар несколько, и сказали, что, типа, чуваки, мы дадим вам сертификат в конце вебинара за то, что вы там два часа учили какой-то небольшой микроскилл. Вот, и в Азии люди за сертификат готовы убить. То есть там прям капец как важны сертификаты. Есть даже мем, где чувак с мешком сертификатов идет на собеседование. Вот, и мы сделали вебинар и сказали, чуваки, типа, давайте так, вы нам, значит, отгрузите отзыв в Google Business или в Facebook, а мы вам дадим этот сертификат. Вот, и они, короче, типа, оставили нам дофига отзыв вот, во Facebook и в Google, и мы как бы забили, то есть выдачу про нас как бы позитивными отзывами. И еще мы сделали тоже очень клевую штуку. Мы, короче, взяли наших адвайзеров и спросили, спросили мне к рекомендации пиар-агентства, взяли пиар-агентство локальное и попросили их, короче, организовать нам, или не так, мы попросили их позвать журналистов на нашу пресс-конференцию. Оказывается, типа, журналисты в Индонезии очень любят кушать. Очень вкусно. Наверное, как и везде. Вот, короче, мы сняли хороший номер в отеле, вот, он не номер, а, как его, спикер-рум в отеле, сделали хороший кейтеринг, на все про все потратили, там, типа, 7 тысяч баксов, вот, ну, все 7-10 тысяч баксов, позвали наших адвайзеров, выступили там, я вообще выступал на английском языке своим кривом, вот, с переводчиком, вот, опять-таки говорил про гигантские планы моего бизнеса, вот, прикольно покормил журналистов, мы там с ними поразговаривали, им в кайф было увидеть, там, двухметрового чувака из России, вот, и пообщаться. и, значит, и что? И на следующее утро, короче, у нас вышло 66 публикаций в самых топовых индонезийских СМИ, вот, о том, что, типа, вот, есть рефокус, короче, и мы тут, ребята, пришли, короче, обучать наших людей, вот, и мы очень-очень клево сделали себе так, что наша, как бы, страничка в Google, она была забита новостями про нас, и мы решили раз и навсегда себе вот проблемы с доверием, и это сразу же отразилось на конверсии отдела продаж, вот, то есть важно не пренебрегать вот этими вот штуками, они важны, потому что вот люди из Азии, они не очень к скаму относятся, то есть никак, они, они, короче, не доверяют изначально, вот, поэтому важно эту штуку отработать. Сильно принято, спасибо большое. Коллеги, первые у кого еще какие вопросы? Можно? Да. Да, мне интересно по поводу стран, вы исследовали, ну, ты понимаешь, большой пул стран, там была Бразилия, Филиппина, Индонезия, интересно по Латинской Америке, отдельно Бразилия, интересно отдельно, остальная часть Латинской Америки, именно, почему вообще не выбрали эти рынки, почему Филиппины, Индонезия? Значит, по поводу Латинской Америки, почему не выбрали, потому что очень большая зависимость Латинской Америки от рынка штатов, и в Латинской Америке сейчас очень серьезный финансовый кризис, а ЭТЕК наш, рискилинговый, он не может, он всегда зависим от рассрочек, вот, потому что 80% транзакций осуществляется продажа в рассрочку, вот, соответственно, любой финансовый кризис и кризис неплатежеспособности клиентов, вот, там вызваны, например, гиперинфляции, это сразу же, типа, очень сильно влияет на дефолтность портфеля наших BNPL-ек, да, компаний, которые выдают рассрочки нашим студентам, соответственно, они начинают закручивать гайки, и у нас, как бы, улетает юнит-экономика не туда, вот, это первое, то есть, поэтому для нас это, типа, большой риск, мы, собственно, с этой проблемой на Филиппинах столкнулись, в том числе. Почему не Мена-регион? Мена-регион следующий, то есть, Мена-регион очень лакомый регион, причем, ну, ни в коем случае не Дубай, ни Арабские Эмираты, ни в коем случае не Саудовская Аравия, да, то есть, там нечего делать, мне кажется, если хочешь большой бизнес строить, вот, это Египет, в первую очередь, во вторую очередь Пакистан, вот, в третью очередь, как бы, Бангладеш, это не совсем Мена-регион, но он там рядом находится, вот, это сейчас три самых лакомых кусочка следующих лет тех, но мы решили для себя, что по совокупности, типа, размер рынка, наличие конкурентов и развитие инфраструктуры банковской, типа, Юго-Восточной Азии, сейчас это самый лакомый кусочек, то есть, мы, поэтому на первом месте у нас Индонезия, на втором месте мы планируем Вьетнам запускать, потом Таиланд, вот, и после этого только мы планируем идти в Мена-регион, начиная с Египта, Египта, вот так. Да нет, что? Могу задать вопрос? Да. У меня их три, соответственно, под отдел продаж два вопроса, по поводу презентации под каждого клиента, это какой-то механизм собирал или было много готовых презентаций, вы их давали и делали вид, что они индивидуальны под каждому, и, соответственно, вы прогоняете звонки через чат GTP, вопрос, каждый ли звонок вы прогоняете через GTP-шку с промтом, и тогда, получается, анализирует ее сам сотрудник и делает выводы, или анализирует отдел качества и говорит сотруднику, что нужно сделать. А по поводу вопроса Роману, это сначала вы выбрали нишу или сначала выбрали страну? Я тогда сначала отвечу про продажи. Я когда говорил про презентацию, я имел в виду просто pitch, то есть это не презентация в виде там слайдов, которые отправляются клиенту, это именно устная презентация. Вот очень важно, чтобы устная презентация, она была адаптирована максимально под клиента, чтобы она отвечала его полям и потребностям, то есть нельзя просто взять и как бы, типа, просто прогнать какую-то телегу про курс. Очень важно с каждым клиентом поговорить максимально индивидуально, если там, не знаю, у него есть какой-то запрос, словно говоря, на фриланс, как у нас бывает, да, рассказать, как ему обучение в рефокус получит, получить дополнительный какой-то источник выручки, его собственный, да, в виде там заказов на фрилансе. Вот, это вот я надеюсь, что ответил на первый вопрос. Второй вопрос мы делаем следующим образом. Мы не каждый отдельный звонок загружаем в чат GPT, у нас речевая аналитика превращает звонки из аудиоформата в текст, у нас огромная таблица там, типа, с сотнями строк текста, мы загружаем именно эту таблицу, загружаем список критериев в чат GPT и говорим, типа, пожалуйста, проанализируй вот этот текстовый массив на вот эти критерии, и он нам отдает, как бы, на выходе уже оценку. Вот, то есть это таким образом работает, и мы оставим, скорее всего, двух, может быть, трех специалистов контроля качества, которые обучатся работе с чатом GPT. То есть мы сейчас пока сделали контрольную выборку, это где-то там 5-7% от нашего массива звонков, у нас где-то 3,5 тысячи звонков в день. То есть мы там, условно говоря, 350-500 звонков в день прогоняем через вот этот инструмент. Посмотрим, то есть мы хотим довести точность в соответствии с оценкой человека где-то 90-95%. Как только это произойдет, мы попробуем обучить контролеров, то есть специалистов отдела контроля качества чат GPT, ну и кто из них обучатся, те, скорее всего, станут сработать, остальных мы просто уберем. Я понял. Ультимативный метод. Спасибо. К сожалению, да. Егор, значит, мы сначала анализируем макру, вот, то есть мы сначала смотрим на страны, вот, отвечая на твой вопрос, ВВП, размер рынка и наличие конкурентов, вот, и после этого спускаемся до ниш. Я понял. Спасибо огромное. Пользу вы прямо вот наваливаете, как конфеты. Очень приятно. Стараемся, ребята. Еще вопросы? У меня есть вопросы по блоку продаж, по найму. Александр говорил, что есть какие-то тоже фишки, которыми можете поделиться. Я думаю, что это вообще, конечно, как сказать, тема отдельного выступления, ну или какого-то блока. Ну, если коротко, типа, я просто, наверное, перечислю, что самое важное. Первое – это понять, где в стране, в которой вы работаете, самые сильные СЛЗы, нам с этим помогли разобраться и двайзеры. То есть мы нанимаем из определенных индустрий, из определенных компаний очень точечно. Например, в Индонезии мы нанимаем из страхования и из Телекома. Почему из страхования? Потому что там, ну, очень сложный продукт для продажи. Они продают прям конкретно воздух, типа, такое очень сложное будущее, которое не факт вообще, что поступит. Вот в страховании очень сильная школа продаж в Индонезии. В Телекоме там дисциплина, их там очень жестко натаскивают на работу с метриками, на дашборды и так далее. У нас есть прям список компаний, в которые мы точно идем, где там сотни СЛЗов работают, откуда мы забираем, где хороший исходный материал. Это первое. Второе – у нас активно используются групповые интервью. Третье – у нас там определенный подход к испытательному сроку. Мы даем обычно неделю оплачиваемую и даем обязательно KPI в виде двух продаж, потому что одна продажа – это может быть случайность, а две продажи – это уже все-таки система. Но человек обычно по старой базе какой-то звонит и продает. Что еще? У нас рефералка внутри раскатана, очень прикольная. То есть СЛЗы получают деньги за рекомендацию своих друзей, корешей с прошлого места работы и так далее. Но обычно в Азии люди очень социальные, они любят в группы объединяться. Но если они уходят из бизнеса, они уходят, как правило, группой и командой. Поэтому очень важно сильных людей удерживать и давать им возможность расти. Но их с хорошего, если они приходят, они часто притаскивают с собой своих друзей. И там часто сильные притаскивают сильных. То есть люди, которые сильные СЛЗы, они зарабатывают много денег. Они общаются с такими же сильными СЛЗами, кто тоже зарабатывает много денег. И вот если они поняли, что где-то хорошее, теплое место, где им хорошо будут платить, они за собой перитаскивают своих коллег и друзей. У нас в Индонезии такая штука работает. Мы там целую пачку недавно наняли из одного места ребят, которые все оказались сильными. Вот, ну то есть вот эта рефералка, это тоже очень хорошая история в Юго-Уосточной Азии. На самом деле, я думаю, тоже в любом рынке. То есть важно, типа, сильным СЛЗам постоянно транслировать, типа, ребята, у нас есть вот такая система мотивации. Если вы приведете человека, он придет воспитательный срок, мы вам заплатим там хорошую денежку. То есть у нас, наверное, 15-20% позиций закрываются по рефералке. Даже больше, 40-40% через рефералку закрываются. Да, наверное, где-то, может быть, даже и больше. То есть, короче, это очень важный стрим привлечения кандидатов в бизнес. Огонь, огонь, спасибо большое. Первый, у кого еще какие вопросы? Последняя возможность. У меня тогда вопрос по тому, какие факторы, по вашему мнению, вообще являются ключевыми для построения успешного брендинга, именно как создавать? Ну, честно говоря, вообще не эксперты в брендинге. У нас как бы все наши бренды, весь наш маркетинг – это всегда строго перформанс. То есть мы, реально, у нас нет ни одной брендовой компании. Мы никогда, короче, не заморачивались на тему того, чтобы создать свой бренд. Первый логотип своей компании я вообще нарисовал в Кейноуте. Это был черный чувак, который сидел в туалете с зажженной сигарой, складываясь в букву Q. Бренд рефокус мы придумали с Афтой и с Игорем, когда ехали в поезде в Ригу выступать на конференцию, выпив в Волке и как следует закусив в вагоне ресторане. И, короче, поэтому у нас как-то так происходило органически всегда, что наш бренд, он сформировался за счет вот типа просто хорошего продукта. Мы никогда ничего специально для этого не делали, поэтому, сори, это просто, наверное, вопрос не к нам. Да, как бы, поэтому мы в этом не эксперты, мы эксперты в перформансе и в продажах. Это максимум, что мы сделали, мы потом… Мы там несколько накидали вариантов помимо рефокуса, и потом через запросник на полфиши проверили там на типа тысячи человек, типа, что люди выбирают, какое название им больше нравится. Вообще, когда у нас, типа, это нормально, то, что мы что-то не знаем, вот, у нас как бы есть зоны, в которых мы разбираемся очень хорошо, а если есть какая-то штука, в которой мы вообще не разбираемся, мы обычно идем к чувакам, которые в этом очень крутые, и покупаем, типа, у них консультации. Вот у нас когда-то был там, типа, запрос на построение брендинга, мы просто финально решили, что нам пока это неважно, мы не хотим на это деньги тратить и в это идти. Мы пошли, типа, к бренд-директору Dodo Pizza, просто купили у него консультацию, он к нам притащил чуваков. У нас, в принципе, там есть загажники, как бы, схема проекта, как нам построить сильный брендинг. Ну, то есть просто мы, как бы, действительно в этом не эксперты. Отлично. Да, но если вдруг, ребята, вам нужна экспертиза в маркетинге и в продажах, вот, у нас есть такая штука, как совет директоров, вот, и мы, типа, помогаем стартапам разным, короче, маркетинговыми продажами, созваниваясь с ними раз в неделю. Вдруг будет интересно. Да, я могу очень быстро.